На улице Борисенко не разъехались Lexus и Mazda Damio. Кто виноват, ясно, а что дальше делать, не очень. Автомобиль Mazda Damio под управлением молодого мужчины движется с тихой в сторону Патрокло. В районе печально знаменитого своими авариями перекрестка с улицы Борисенко водитель замечает идущий ему на перерез Lexus. Не сомневаясь, что ему идущему по главной уступят, он продолжает свое движение и неожиданно получает сильнейший удар в правую переднюю часть от Lexus, который по всем правилам просто обязан был остановиться и пропустить, но не сделал ни того, ни другого. Ехал в сторону Патрокло. Прямо? Прямо, да, поднимался с монтажной по главной. Поднималась девушка, посмотрела налево, увидела меня, посмотрела направо и поехала прямо. Ну вот, собственно, что и получилось. Получилось очень нехорошо, в особенности для Mazda, заметно уступающей в размерах и массе Lexus. Ей досталось, очевидно, больше. По предварительным оценкам владельца, сумма на восстановление составит не меньше сотни тысяч рублей. Нужно менять радиаторы, капот, вытягивать лонжерон и покупать новый бампер. А еще деньги нужны на оплату эвакуатора, так как с такими повреждениями машина самостоятельно покинуть место ДТП будет не в состоянии. Lexus пострадал не в пример меньше, что, несомненно, служит утешением его юной хозяйки. Последнее и не думала нарушать, просто как-то все так сложилось. Я ехала со стороны монтажной на тихую, хотела повернуть налево. Товарищи вот по тому ряду меня пропустили, сверху пропустили. Вот этот товарищ показал поворот направо, направо, да, получается, с его стороны. И я выехала, он, видимо, перепутал и повернул, и въехал у меня. Вопросы о том, кто и что перепутал, кто прав, а кто нет, будет решен в самое ближайшее время. Как только на место ДТП прибудут сотрудники ГИБДД. Однако следует заметить, что степень виновности участников ДТП на этом участке давно определена. В первую очередь, благодаря присутствию знака «Уступи дорогу», на этот раз он стоял на пути Lexus. И не исключено, что именно это обстоятельство будет признано определяющим.